Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Это Викенд Бизнес. В эфире программа Время Говорить. И вот такая у нас новость. Преступление против бизнеса необходимо сгруппировать в отдельной главе Уголовного Кодекса. Это заявление сегодня прозвучало на форуме по защите бизнеса. Нас, Палата и Генеральная прокуратура проводят такой форум уже в четвертый раз. Итоги обсудим сейчас. В студии прошу приветствовать Ербол Устемиров, директор Департамента общественного мониторинга и работы с административными барьерами Нас, Палата предпринимателя Томикен. Здравствуйте. И Ринат Атимбеков, начальник отдела службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры. Я тоже вас приветствую. Ну, давайте с этого, наверное, и начнем. Все-таки, я так понимаю, что идея сгруппировать все преступления против бизнеса в одной уголовной статье, фактически это результат того, что у нас нет наказания чиновников под тем фактом вмешательства в бизнес, который мы часто обсуждаем и в этой студии и читаем в прессе. Это так или нет? Да, так. Если мы возьмем статистику, допустим, комитет правовой статистики Генеральной прокуратуры дает статистику, что во все госорганы на действия, даже за лиц, поступило в год более 52 тысяч обращений. К нам поступило где-то 4600 обращений в год. Почему тогда говорят о том, что давление на бизнес снижается? Это же тоже много? Количество жалоб в целом уменьшается. Допустим, я говорю, 4600. Раньше было где-то 5500-7 тысяч было. Количество снижается, но в целом кардинально ситуацию переломить не получается, потому что вот такие нерадивые чиновники, они чувствуют себя безнаказанными. Потому что, допустим, можно обращаться, обращаться и, допустим, меры к ним не примут, потому что статьи, предусмотренные в уголовном кодексе, и в кодексе о административных правонарушениях не работают. Если посмотреть статистику, допустим, за 16-17-18 год, там буквально единицы лиц привлечено к ответственности по уголовной, к административной. Практически статистика нулевая. А у вас десятки и сотни и тысячи обращений. Да. Фактически серьезная проблема. Как генеральная прокуратура на это реагирует? Реагируем, пресекаем, рассматриваем обращения. Вот в рамках того мероприятия, которое провели сегодня, очень много было сказано по поводу гуманизации законодательства уголовного. В частности, это работа по упрощению, ускорению самого уголовного процесса, большая проведена. Отменили институт доследственной проверки, все это знают. В 17-18 годах провели несколько этапов смягчения уголовных правонарушений, в частности, в сфере экономики. По ряду экономических преступлений увеличили пороги ущерба, предусмотрели освобождение от ответственности при погашении ущерба. И как итог мы наблюдаем все-таки же снижение количества тех же самых преступлений, совершаемых в экономической сфере. Если три года назад их было 13,5 тысяч, статистика наглядно говорит о том, что сейчас чуть больше трех тысяч. То есть в пять раз наблюдается снижение. Какие сегодня еще итоги форума мы можем обсудить в данный момент? Потому что фактически за этот год реализовано 90 совместных мероприятий. Нет, это не за год, это за годы взаимодействия с Генеральной прокуратурой. Мы проводим четвертый форум, до этого проводили три форума. В рамках реализации дорожной карты этих трех форумов было в целом реализовано 90 мероприятий. У нас, допустим, каждый год дорожная карта, допустим, грубо говоря, так называемые фишки есть. Отдельный год мы делали в основном гуманизацию уголовного законодательства, административного законодательства, гуманизацию уголовного процесса. В прошлом году, допустим, качественно анализировали систему госконтроля, госпроверок госорганов. В текущем году у нас упор прошел на сокращение доли участия государства в экономике. Давайте детально об этом поговорим, потому что, ну, например, до этого мы с вами обсуждали тему. У нас, и для меня это было большое откровение, оказывается, существует 347 видов деятельности, государство для себя утвердило, в том числе малярные работы, которые можно делать, в общем-то, бизнесом. Это что такое вообще? Я не знаю, как это может вообще быть и зачем это нужно нам? Вообще, есть такой принцип, признанный в мире, так называемый «елый пейдж», желтые страницы. Если в любой сфере хоть один предприниматель работает, государство там не должно присутствовать. У нас правительством определено 347 видов деятельности, которыми может заниматься государство. В том числе, вот мы анализ проводили, есть штукатурные работы, малярные работы, организация азартных игр. Мы спрашиваем, зачем государство занимается этим видом деятельности, когда у нас в стране много частных компаний. Это будут темы, что, например, строительными работами. У нас в стране порядка 40, более 40 тысяч строительных компаний имеются. Малярные работы есть кому делать. Почему Генеральная прокуратура допускает такое? И как вы реагируете на такую позицию, когда бизнес-общество вам говорит фактически открыто? Давайте сократим этот список. Скажем так, мы работаем точечно, по каждому обращению разбираемся, если они поступают в производство. Сейчас нужно отметить, что по закону прокуратуры есть такие нормы, которые говорят о том, что мы не можем подменять функции уполномоченных органов, а за этим вопросом контролируем как раз таки антимонопольный орган. Но, невзирая на это, мы все-таки же во взаимодействии с этим уполномоченным органом, которую работу определенно проводим. Давайте поговорим по земельному вопросу. Потому что нам пишут, смотрите, мне не дают землю, что делать? Да и, в принципе, сегодня тоже на форуме обсуждался вопрос доступа к земле. Как изменить ситуацию в этом плане? Проблема большая, да. Она сохраняется, скажем так. Больше того, скажу, сфера земельных отношений, она коррупция емкая. Вот одна из трех сфер, которая наиболее подвержена сферой коррупции. Вот условиям этом всему что создает? Причин очень много, о всех мы знаем. Это отсутствие инфраструктуры, какие-то другие проблемы, связанные с тем, что... Проблемы законодательства. То есть законодательство само завуалировано немного. Завуалировано? А что это значит? Да. Ну, то есть сам процесс предоставления земли, он немного сложный. Он забюрократизирован. У нас несколько лет назад мы все молились на эту поправку. У нас аукционы должны были быть. Все прозрачно, все замечательно. Сегодня опять говорили, что, например, Кулевая привел сегодня такие цифры, что в Алматы начальная стоимость участков увеличилась до 88 раз в ходе аукционов. Но это же для города, для бюджета, это же выгодно. Можно я добавлю? Тут проблема в том, что статья-то есть, но это должно быть, получается... Акиматы должны эти аукционы проводить. Мы говорим, инвесторов, в том числе национальных, много, которые хотят вложиться. Допустим, не строить огромные какие-то сооружения, а какие-то объекты бизнеса хочет построить. Ему нужна земля. Мы говорим, Акиматы, вы обеспечьте бизнес землей. Какие-то аукционы проводят, какие-то регионы, допустим, количество аукционов увеличивается. Но в целом спрос на землю остается. Предприниматели хотят землю получить. Допустим, мы уже несколько лет говорим, базу свободных земель создайте, чтобы предприниматель, допустим, захотел построить гостиницу, кафе. Он зашел на какой-то сайт и посмотрел, где эта земля находится, и где он может подключиться к электроническому воде. Идеальный вариант. Работа движется потихоньку, но окончательная проблема еще не решена и не снята. Да, у вас какая позиция. Акиматы пренебрегают нормой этой, я скажу вам. Пренебрегают? Да. Вы можете их наказать? Прямо конкретно Акима ответственного или заместителя Акима ответственного за эту тему? Генеральная прокуратура в этом направлении вопрос анализировала. Мы вносили акты надзора повсеместно на территориях, наши коллеги проводят проверки, устраняем нарушения. На сегодня очень много актов надзора внесено, сейчас они на рассмотрении находятся. То есть проблема решается путем внесения актов надзора и на данном этапе находится на стадии устранения. Мы принципиально относимся к тому, чтобы все земли продавались исключительно через торги и будем настоятельно на этой позиции. Есть какой-то лидер регион, который проводит действительно все открыто и честно и чисто, аукционы по земле, постоянно какой-то выделяется? К сожалению, такой статистикой сейчас не располагаем. Сейчас не располагаем. Хорошо. Смотрите, что пишут. Почему у нас все-таки смотрят на бизнес как на потенциальных нарушителей, ходят, проверяют, когда это закончится? По проверкам что-то изменилось у нас вообще, нет? В целом, в прошлом году была проведена большая работа по оптимизации сферы госконтроля. Мы снизили количество требований с 30 тысяч до 13 тысяч. Сроки проверок снизили с 30 до 15 дней. По внеплановым до 10 дней проверки снизили. В целом, планы проверки отменили. Сейчас госорганы пытаются выстроить правильную систему управления рисками. Но я повторюсь, наверное, все-таки чиновники, которые нарушают закон, все-таки чувствуют себя безнаказанными. Раз я приводил цифры, когда нормы уголовного кодекса об административных правонарушениях не работают. И в текущем году глава государства рассказал же, что вмешательства в дела бизнеса даже рассматриваются как преступления против государства. Вот мы изучали опыт, допустим, республики Узбекистан. Один из статей, все преступления против предпринимателей выделили в отдельный раздел. Давно, кстати? Когда это было сделано? Ну, где-то недавно. Мы итоги не изучали, но в целом они такой правильный вектор направления придали, что есть норма, что чиновники могут быть привлечены, требования со стороны руководства страны есть, что бизнес нельзя зажимать. И в целом, скорее всего, положительный эффект это будет иметь. Давайте послушаем нашего обозревателя. Руслан Мирикшак к нам подключается. Добрый вечер. Тебе слово, Руслан. Да, спасибо, Данил. Сегодня на форуме по защите бизнеса были подняты правильные и насущные проблемы, что волнует наше деловое сообщество. А преступление против бизнеса – это, так сказать, один из краеугольных камней, мешающих позитивному и поступальному развитию предпринимательства у нас. Была приведена даже цифра. В прошлом году было зарегистрировано более 50 тысяч жалоб, при этом дисциплинарные взыскания применены только к 61 должностному лицу. Дисбаланс просто огромный. Сравните цифры. 50 тысяч жалоб и всего 61 в случае реагирования на эти жалобы. Я даже не могу посчитать, каков процент чиновников были наказаны. Нет, даже не наказаны, а просто получили взыскание и предупреждение за давление на предпринимателей. Это показывает реальное отношение к бизнесу в нашей стране. Вот вроде говорим одно, с высоких трибун заявляем о том, что у предпринимателей все будет хорошо, только работайте на благо Родины. Принимаются нормы и законы, облегчающие жизнь деловым людям. Упрощается уголовное законодательство в отношении бизнесменов. Чиновники, мешающие развитию МСБ, вроде бы освобождаются от работы. Но, как видим, на деле все наоборот. Причем в наездах на бизнес нередко участвуют даже те, у кого по долгу службы, кто должен защищать его интересы, представители судебной и правоохранительной систем. Помнится, в прошлом году сам председатель Верховного Суда Жаке Пасанов заявлял, что судей используют в рейдерских схемах. Он привел несколько примеров, когда суды принимали заведомо незаконные решения в пользу лиц, желающих захватить чужой бизнес путем доведения компании до банкротства. А совсем недавно, буквально пару месяцев назад в Талдокоргане, произошел и вовсе резонансный случай. На одной из центральных улиц города предприниматель установил билборд с требованием уволить прокурора Алматинской области. То есть бизнесмен, уставший от произвола чиновников и сотрудников правоохранительных органов, пошел на крайний шаг и выставил, нет, вывесил свою проблему на большом плакате на всеобщее обозрение. Значит, действительно допекли человека. И таких случаев, когда нашему бизнесу мешают развиваться, пруд пруди и цифра в 50 тысяч жалоб, яркое тому подтверждение. И в завершении скажу, что я, конечно же, полностью поддерживаю ужесточение уголовного законодательства за давление на бизнес. Иначе у нас просто никто не будет заниматься предпринимательством. У меня на этом все. Данил? Да, спасибо большое. Ну, есть что добавить. Вот такая позиция, в принципе, у нашего обозревателя. Недалеко все вот вопросы от него также. Смотрите, вот то, что нам пишут сейчас по WhatsApp. Так. Бизнес должен соблюдать законы, соблюдать санитарную и противопожарную безопасность. Это понятно. Мне понравилось, что есть мнение, чтобы унифицировать облагаемые базы всех платежей из фонда оплаты труда, объединить их в единый платеж. Это сегодня прозвучало, да? И снизить суммарную нагрузку налоговую до 20-25%. Бизнесу нужна стабильность, вот хорошее мнение, и понятные правила, чтобы в завтрашнем дне быть уверенным. Гарантия неприкосновенности частной собственности. Согласен. С высказыванием обозревателя и с вопросами. Говорили о том, что и бизнес должен, допустим, соблюдать требования. Верно, потому что, конечно, из года в год правительство, госорганы, правоохранительные госорганы помогают нам, создают благоприятные условия для работы бизнеса. Но бизнес тоже должен давать безопасно товары производить, не должен нарушать, допустим, те же санитарные, противопожарные правила. И в целом мы не раз заявляли, что мы, допустим, как Атамикен, мы поддерживаем добросовестный бизнес, который действует в рамках требований законодательства. Но когда нам говорят, защищай добросовестный, мы не можем, допустим, определить, кто добросовестный, кто недобросовестный, потому что сфер, где он работает, допустим, налоговая сфера, земельная сфера, еще там другие сферы, этих сфер много. Допустим, где-то он может быть добросовестный, в этой сфере недобросовестный. И для того, чтобы эту проблему решить, мы сейчас реализовываем такой проект, так называемый единый бизнес-реестр. Соответствующие поручения со стороны руководителя правоохранения госоргана у нас есть договоренности, есть согласие руководства правительства. Мы собираемся во втором полугодии 2020 года запустить систему. Она будет наглядно показывать, какой бизнесмен, допустим, в каких сферах, как он работает, у нее платежная дисциплина какая, должен осмотреть, соблюдает, не соблюдает. Это для чего вообще нужно? Это даст то, что единая система будет интегрирована с базами со всех госорганов, грубо говоря, допустим, ИП, Данил, допустим, вы будете полностью пробиваться, у вас лицензии есть, нету, вы налоги платите, не платите, даже вы коммунальные платите, не платите, для того, чтобы можно было посмотреть, вы вообще финансовую дисциплину соблюдаете, либо не соблюдаете. То есть все сведения, которые вы и так сдаете в государственные органы, они будут объединены в одну такую единую базу. Как вы знаете, у нас сейчас в стране существует более 300 баз госорганов, они все разрознены, не интегрированы. И вот мы предлагаем проблему решать системно через цифровые технологии. Что на этот год намечено, потому что принята новая дорожная карта, Генпрокуратура и Наспалата предпринимателей Атамикен, дальше совместно будет работать над чем? Да, работать есть над чем, на самом деле, пул больших вопросов. В действующей дорожной карте, которая утверждена сегодня буквально, в ней содержится 38 пунктов, 7 разделов. Это, как правило, системные проблемы бизнеса, самые злободневные, это та же самая сфера земельных отношений, архитектурно-строительное законодательство, yellow pages, то, что коллега отметил, и много других мероприятий, которые направлены как раз таки на внесение в изменения законодательства, законодательные меры. То есть, большая работа намечается на предстоящий год, задействованы все центральные государственные органы, акиматы, то есть, ну, очень много мероприятий. Ну что ж, спасибо большое, я благодарю вас за это интервью. Я напомню, что вы сегодня подвели итоги форума, четвертого форума по защите бизнеса, Генеральная прокуратура Наспалата Атамикен. В Нур-Султане сегодня встречались и также наметили планы на будущее. Наш программ на сайте inbusiness.kz. Спасибо за внимание и до свидания. Спасибо.